Девушки отдыхают Вообще, наверное, в целом я не так часто проповедую о женщинах Но поверьте, это не потому, что у меня предвзятые к ним отношения Я глубоко уважаю женщин Мы их ценим и мы воспринимаем женщин в служении А в целом, друзья, когда мы читаем Библию Мы видим, что у Господа особое отношение к женщинам Есть очень много историй, много имен женщин, от которых мы можем так многому научиться Была такая женщина Анна Она вымолила своего сына у Бога И этот человек, этот сын, он стал великим пророком Самуил Была такая женщина Девора Она была судья и пророчица израильского народа И когда все мужики попрятались И некому было воевать Эта женщина возглавила армию И уже за ее спиной уже и мужики пошли Есть такие истории в Библии, друзья Когда женщины, они оказывали большую смелость Доверяя Господу И будучи примером для всего народа Есть такая женщина в Библии, царица Исфирь Она встала на защиту своего народа Рискуя своей собственной жизнью Но она смогла спасти весь народ Рискуя Много примеров Сильных женщин Сильных в Боге Которые позволяли Господу использовать себя И они остались на страницах Священного Писания Чтобы мы могли учиться от них Есть такая женщина в Библии, которая пришла, чтобы поклониться Христу И она написана Разбила свой сосуд с духами И она помазала ноги Иисуса И она слезами обмывала Его ноги Она волосами отирала их И Христос сказал интересные слова Которые Он не сказал ни об одном мужчине Где бы ни была проповедана Евангелие по всему миру Будет сказано о том, что она сделала Покажите мне хоть одного мужчину в Библии О котором Христос так сказал Ни одного Друзья, я верю, у Господа особое отношение к женщинам Когда мы смотрим на родословную Иисуса Мы видим, что четыре женщины упоминаются в родословной Христа И что интересно, у них у всех сомнительная репутация У них не очень красивое прошлое Но тем не менее Мы видим, что они родословны Иисусу Потому что не прошлое определяет нашу судьбу А наше будущее Или наше решение сегодня Которые мы принимаем Служить Господу И быть в повиновении Ему Женщины играли большую роль в служении Иисуса Матфея 27, глава 55 стих Там были также и смотрели издали многие женщины Которые следовали за Иисусом из Галилеи Служа Ему Вы знаете, эти женщины, они ходили за Иисусом Но они не просто ходили за Ним Вы знаете, в то время очень много людей ходило за Иисусом Но они ходили с какой целью Чтобы Христос послужил им Они ходили с целью, чтобы Христос их накормил Чтобы Христос им помог Чтобы Христос их исцелил Чтобы Христос благословил Чтобы Христос им послужил основная масса людей именно с такой целью ходила за Иисусом. Но эти женщины написано, они ходили за Иисусом и они служили Иисусу. Основная масса ходила чтобы им служили. Но эти женщины они ходили за Христом с целью служить Ему. Сегодня так много людей которые просто ходят за Иисусом они готовы и хотят чтобы им все служили. Но Господь ищет людей которые не просто будут ходить за Ним которые будут служить Ему. Халлелуя! Давайте будем людьми которые не просто ходят за Иисусом которые не просто ходят в церковь которые не просто религиозны. Давайте будем людьми которые ходят за Иисусом и служат Иисусу. Халлелуя! Халлелуя! Женщины стояли у Христа когда Христос умирал и женщины пошли рано утром ко гробу чтобы помазать тело Иисуса и женщины стали первыми свидетелями Его воскресения. когда Павел пришел в Европу проповедовать первой, кто уверовал была женщина по имени Лидия и она открыла свой дом и Павел и Сила жили там и проповедовали Слово в команде у Павла было много женщин которые наравне с мужчинами проповедовали Слово были диаконисами и служили Богу когда мы читаем 16 главу Римлянам мы видим Павел обращается и по имени называет шесть женщин и очень высоко отзываются о них шестнадцать один была женщина Фива которая помогала лично Павлу шестнадцать три Прискила она вела домашнюю церковь шестнадцать шесть там была Мариам которая написана много трудилась для нас шестнадцать двенадцать там были сестры Трифена и Трифоса некоторые историки говорят что они были близнецами поэтому если у вас вдруг близнецы девочки родятся вот хорошие имена друзья Трифена и Трифоса никто вас не обойдет поверьте также написано что они трудились для Господа и последняя Персида написано много потрудилась о Господе сильные жены которые служили Господу на протяжении всей истории церкви очень много женщин они становились сильными сосудами в руках Божьих через которых Бог творил пробуждение и великие дела Божьи и есть еще одна женщина которую принято называть Богоматерь это была простая девушка по имени Мария и эта девушка она была избрана для особой миссии выносить и родить Сына Божьего в то время в Израиле были тысячи других девушек такие же как она на то время историки говорят что ей было 14 лет в Израиле были тысячи таких девушек да Бог избрал имены и что интересно мы так мало о ней знаем когда мы читаем Новый Завет все что мы знаем что она из родословной Давида потому что Христос должен был родиться по линии Давида мы даже не знаем имен ее родителей Библия не говорит нам мы не знаем были ли у нее братья и сестры история православная история предания говорит что ее родители звали Иоаким и Анна это опять же предание еще пару раз мы видим упоминание о Марии в Новом Завете знаете что интересно Христос всего два раза обращается к ней и Он не разу и называет ее мама Он называет ее женщиной когда они были на браке в Кане Галилейском он обратился к ней жену женщину и когда он висел на кресте и мать стояла у креста он не обратился к ней как матери Он сказал женщина это сын твой обращаясь к Иоанну и уже Иоанну Он сказал все матерь твоя то есть так мало информации знаете мир боготворит Марию католики боготворят Марию многие предания даже говорят что она также была непорочно зачата Много всего друзья люди уже придумали много всего но когда мы читаем Новый Завет мы видим так мало о ней сказано я думаю с целью специально послания Павла вообще ничего никогда не говорят я думаю это все сделано с целью чтобы указать что она была обычной девушкой избранной Богом но она ни в коем случае не была Богом как некоторые думают или говорят и весь акцент в Новом Завете на Иисусе Христе но не на Марии Марии не видно Мария в тени это сознательная позиция Библии чтобы взор был направлен на Христа но тем не менее эта женщина она стала инструментом в руках Бога для того чтобы родить младенца Иисуса в этот мир Богу нужна была женская утроба чтобы Иисус родился в этот мир и как вы думаете мог ли Бог доверить любой женщине это я не думаю я не думаю что любой женщине Бог мог доверить рождение Иисус и Бог выбрал Мария почему что было особенное в этой женщине и чему мы можем научиться от нее сегодня как мужчины так и женщины как подростки как дети молодежь ей было 14 лет и что-то особенное Бог увидел в ней что привлекло внимание Бога что его будь вниматель чему можем научиться от Марии первое что мы видим когда пришел ангел к Марии Луки первая глава 30 стих говорит не бойся Мария ибо ты обрела благодать у Бога не бойся Мария то есть первое что мы видим в этой женщине она приобрела благодать у Бога она приобрела благодать у Бога послушайте друзья в Библии всего три человека есть которых мы читаем что они приобрели благодать у Бога один из них это Ной написано Ной же обрел благодать у Господа второй это Давид написано что этот же обрел благодать у Господа и третий это девушка Мария и что интересно друзья послушайте внимательно Ной жил в очень развратное время очень развратное время настолько развратное время было настолько грех уже заполонил умы людей написано что помыслы людей были зло во всякое время во всякое время то есть не было просвета уже добра и света в их жизни настолько то поколение погрязло в грехе и в разврате что Бог посмотрел с небес и Он сказал недолго Духу Моему быть пренебрежением другими словами хватит надоело и мы знаем что дальше произошло Бог послал потоп чтобы уничтожить землю которая смердила грехом но нашелся человек послушайте друзья характеристика Ноя Бытие 6.9 Ной же был праведный и непорочный вроде своем Ной ходил перед Богом послушайте меня дорогие люди посреди зла темноты греха и разврата Ной жил по-другому Ной был человеком праведным и непорочным когда Мария жила в то время это была Римская империя Римская империя отличалась своим развратом сексуальные извращения были в норме гомосексуализм был в норме там просто в парках под кустами могли люди просто извращениями заниматься было очень развращенное время но Мария хранила себя в чистоте позвольте обратиться к молодым людям знаете что я часто слышу друзья как от молодых так и от родителей о мы живем в такое тяжелое время столько греха столько разврата столько искушений наша бедная молодежь ей невозможно жить правильной жизнью в это время грех такой тяжелый греха так много грех такой доступный искушений так много невозможно жить сегодня по Божьим стандартам и знаете что сегодня делают верующие люди они прикрываясь тем насколько тяжелое время опускают библейские стандарты святости и морали и оправдывают свое беззаконие и свои поступки греховные целые церкви целой деноминации сегодня этим занимаются друзья и Библия устарела невозможно жить так как Библия учит послушайте дорогие Библия говорит нет ничего нового под солнцем если мы думаем что у нас самое развращенное время что нам самое тяжело жить то мы глубоко ошибаемся в истории человечества были гораздо более сложные времена было гораздо больше разврата было гораздо больше сексуальных извращений это все было но послушайте посреди этой тьмы все и не имея Христа и благодати ной был праведный и непорочный вроде свое послушайте можно искать оправдания а можно просто смириться перед Богом и починить свою жизнь Господу и силой Божьей жить в святости у нас есть преимущества сегодня дорогие мы рожденные от Бога люди мы имеющие благодать Господа в своей жизни поэтому нет никакого оправдания сегодня для снижения стандартов Библии нет никакого оправдания эти люди жили во тьме они не имели благодати но они расположили сердца свои искать Бога хранить себя от греха хранить себя от всяких извращений и они обрели благодать фавор от Господа халлелуя поэтому дорогие давайте не будем искать оправданий каким-то грехам в своей жизни да мы согрешаем порой но не ищите никогда оправдания но в смирении бежите к Богу в покаянии скажите Иисус я хочу жить праведно я хочу жить непорочно я хочу быть светом и солью в этом мире халлелуя да поможет нам Бог Мария обрела благодать перед Богом да поможет нам Господь жить так чтобы обрести благодать перед Господом да поможет нам Господь халлелуя второе что мы видим Мария была смиренной девушкой Луки 2 глава 46 48 стихи и сказала Мария это уже гимн Марии друзья после того как пришел к ней ангел после того как она сходила к Елизавете уже она такой гимн у нее была песня говорит величит душа моя Господа и возрадовался Дух мой Бог Спасителем моем и вот слушайте что призрел он на смирение рабы своей Бог призрел на смирение рабы своей то есть Мария была смиренной девушкой и Бог обратил на нее внимание смирение друзья это одно из самых великих добродетелей в христианстве антоним смирения это гордость оппозит to humility is pride гордость друзья это самый первый грех во вселенной гордость всегда ведет к бунту и к непослушанию яков пишет нам 4 глава 6 стих james writes 4 6 ведь Бог гордым против бог против гордым людям вы знаете каково иметь Бога в противниках знаете когда люди противники тоже тяжело но когда сам Бог против человека Господи помилуй все что сказать можно Бог ненавидит гордость друзья Бог сам лично выступает против гордых людей но написано смиренным людям Бог дает благодать смиренным людям Бог дает благодать смирение возвышает человека филиппийцам 2 глава 8-9 стихи мы читаем что Иисус смирил себя и потому Бог превознес его и Иисус смирил себя сам себя смирил знаете бывает в жизни нас смиряют обстоятельства бывают нас смиряют люди детей часто смиряют родители жен смиряют мужья жены мужей в каком доме как работают знаете чаще всего мы смиряемся чаще всего мы смиряемся под натиском обстоятельств как тревога так до Бога да как уже припекло уже Господи помилуй Господи прости уже когда ломает нас уже приползаем самое великое смирение знаете какое когда человек сознательно сам себя смиряет это самое чистое смирение когда не кто-то тебя смиряет гораздо больнее когда тебя кто-то смиряет гораздо больнее ты чувствуешь себя униженным ты чувствуешь себя плохо но когда ты выбираешь сам смиреть смиреться я вам даже больше скажу если мы сами не выбираем смиряться Бог всегда будет допускать нашу жизнь людей через которых Он будет смирять нас поэтому мужья не обижайтесь на ваших жен они всего лишь инструмент в руках Бога или жены не обижайтесь на мужей Господь допускает людей в нашу жизнь чтобы смирять нас если мы сами не смиряемся Христа никто не заставлял более того Христос сам о себе сказал я иду не потому что кто-то заставил меня потому что я сам избрал он сам себя смирил и потому Бог его превознес смирение возвышает человека мы порой думаем что смирение это слабость человека смирение это очень смиренный человек очень сильный человек смирение возвышает Аллелуя Аллелуя каким образом выражается смирение в нашей жизни послушайте дети послушайте взрослые послушайте каким образом смирение выражается про Иисуса мы читаем 2 глава 8 стих филипийца он смирил себя быв послушан каким образом человек выражает смирение через послушание послушайте друзья дети послушайте каким образом узнать смиренный ли человек готов ли быть послушным тем кто имеет надо мной власть послушать мы не обязаны быть послушны всем подряд моя жена не должна быть послушна чужому мужу потому что он не имеет власти над ней но я как муж я власть и она послушна мне к примеру вы как члены церкви мы не обязаны быть послушны пастору другой церкви или руководству но находясь в этой церкви послушание или смирение выражается в послушании руководству поместной церкви когда ты идешь на работу тебя есть босс начальник тебя есть власть над тобой и твое смирение выражается в послушании власти которая над тобой это не значит что со всеми другими мы должны быть дерзкими и грубыми конечно же нет но друзья смирение чаще всего выражается через послушание Мария проявила смирение в послушании Луки 1.38 говорит вот я раба Господня да будет мне по слову Твоему она много чего не понимала она говорит Господи как это будет друзья не обязательно все понимать что быть послушным не обязательно все понимать что быть смиренным человеком она просто доверилась Господу сказала я много чего не понимаю но вот я раба Господня да будет мне по слову Твоему и третье друзья что мы видим Мария очень серьезно относилась к слову Божьему Луки 2.19 написано Мария сохраняла все слова эти слагая их в сердце своем когда пастухи пришли поклониться Христу и они рассказали все что ангелы им возвестили то Мария хранила услышанные слова в сердце своем и другой перевод говорит и размышляла о них постоянно думала о них Луки 2.51 и мать его сохраняла все слова эти в сердце своем послушайте друзья это случилось когда Христу было 12 лет и он оставался в храме и они его искали и нашли и Христос сказал я должен быть в том что принадлежит отцу моему и они не поняли написано о чем он говорил то есть Мария не понимала до конца эти слова которые она слышала она знала что эти слова от Господа и она сохраняла все эти слова сердце свое она относилась очень серьезно слову Божьему она его хранила и она о нем размышляла что мы делаем со словом друзья которое мы слышим которое Бог говорит к нам как мы относимся к слову Божьему когда ты слушаешь проповедь или читаешь слово сам запоминаем ли мы то что мы читаем то что мы слушаем или на завтра мы не помним даже название проповеди или мы прочитали с утра Библию и закрыли ее и если спросить через час что я читал я ничего не помню то мы знаем имена всех блогеров молодежи обращаюсь знаем имена всех там ютубщиков крутых но то мы не можем назвать имена 12 апостолов и не можем сказать сколько книг в новом завете и назвать их по порядку это наверное вообще высшая математика уже друзья что мы запоминаем что мы запоминаем на что мы расточаем свой разум как мы относимся к слову Божьему запоминаем ли мы его храним ли мы его размышляем ли мы о нем и живем ли мы по нему или оно просто существует на полке 25 переводов как мы относимся к слову Божьему послушайте дорогие если ты почитать будешь слово Божье Бог будет почитать тебя потому что Бог превознес свое слово превыше своего имени Бог ценит свое слово Бог почитает свое слово Он говорит мое слово не возвращается ко мне тщетно ни одна черта не пройдет из закона этого но все исполнится Бог почитает свое слово как мы относимся к его слову на что мы расточаем свой разум что мы запоминаем на Иисус сколько стихов из Библии мы можем процитировать сегодня друзья это не упрек это вызов это не упрек это вызов молодые люди у вас еще чистый ум у вас хорошая память на что вы это пустите что вы будете запоминать Мария сохраняла эти слова она размышляла о них она ценила этим словом и это слово пронесло ее по жизни и когда она стояла у креста как матери ей было больно и тяжело но она помнила эти слова что это не ее сын но Божий она помнила слова Симеона тебе самой оружие пронзит душу она все это помнила и она хранила это в сердце она размышляла об этом и Слово Божье оно пронесло ее по жизни Аллелуя Псалом 118 стих 2 Блаженны хранящие откровения Твои послушайте блаженны хранящие откровения Твои не просто их получающие не просто слышащие но блаженны хранящие откровения Божьи Аллелуя благословенны те люди которые сохраняют Божьи откровения которые размышляют о них и живут по ним Аллелуя 118 24 Откровения Твои утяжение Мое Мои советники Откровения Твои это утешение Мое это советники Мои послушайте друзья когда я храню Слово Божье когда я храню откровения Господа в своем сердце в своем разуме то эти слова эти откровения они будут утешать меня послушай Слово Божье оно будет приносить утешение в твою жизнь посреди самой глубокой скорби посреди самых проблем в жизни если есть откровения Божьей в твоем разуме и в твоем сердце это принесет тебе утешение это принесет тебе мир Халлелуя 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 и Слово Божье которое есть в разуме и в сердце оно будет советником для тебя в твоей жизни когда ты будешь идти по жизни каждый день и тебе нужна будет мудрость принятие решений откуда брать ее Слово Божье откровение Божье они дают мудрость они дают советы как поступать правильно Давид говорит я стал сведущ более чем старцы почему потому что откровения твои храню потому что откровения твои Халлелуя молодые люди хотите быть мудрыми хотите по-настоящему быть мудрыми начните ценить Божьим Словом начните читать Божье Слово начните сохранять Божье Слово разуме в своем сердце и этого за тебя и за меня никто не сделает послушай если не будет Слово Божьего вот здесь там будет что-то другое поверь мне написано в Римлян на первой главе и как они не заботились иметь Бога в разуме Бог предал их превратному уму если не будет Слово Божьего вот здесь разврат будет вот здесь друзья разврат будет здесь если не будет Слово Божьего и откровений Божьего единственное что сохранит сегодня молодежь как юноша содержать путь свой в чистоте только один путь хранением себя по Слову халлелуя если мы почитаем Слово и мы сохраняем его внутри себя и мы наполняем свой разум Словом Божьем мы сможем жить праведной и святой жизнью и мы сможем побеждать этот мир халлелуя рожденный от Бога побеждает мир потому что рожденный от Бога хранит себя по Слову Божьему халлелуя халлелуя Мария относилась серьезно к Слову загляни в свое сердце задай себе вопрос какую роль Библия играет в моей жизни какую роль Слова Божья играет в моей жизни как часто я открываю его или только когда я в церковь прихожу или и в церкви не открываю с экрана читаю какую роль Библия занимает в твоей жизни послушайте дорогие если ты будешь почитать Божье Слово Бог почтит тебя запомни если ты будешь почитать Божье Слово Бог почтит тебя Халлелуйя 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 Советую всем выучить Псалом первый наизусть Блажен муж который не ходит на совет нечестивых не стоит на пути грешных не сидит в собрании развратителей но что но в законе Божьем воля его и о законе его он размышляет как много как много день и ночь а теперь ответь себе на вопрос как много я размышляю о Слове Божьем ты скажешь у Давида много времени было он бездельником был но Давид был царем он был очень занятым поверьте он не был бездельником очень занятым человеком но при всем этом я о законе Божьем размышляю день и ночь халлелуйя халлелуйя потому он будет как дерево посаженное при потоках вод лист которого не вянет плоды которого процветают и во всем что он не делает будет иметь успех халлелуйя мы все любим слово успех правда но не всегда мы его связываем со Словом Божьим мы все любим слово успех во всех сферах жизни все хотят успешную семью не построишь ее без Слова Божьего если не будет почтения и не будет уважения к Слову Божьему не построишь потому что гордость человеческая она будет сильней вы знаете от чего семьи разрушаются из-за гордости из-за гордости людей потому что два упрямых человека не хотят уступать друг другу и не хотят смиряться друг перед другом но если в доме два смиренных человека это рай на земле друзья это благословенная семья там хорошая атмосфера там здоровые дети я имею в виду ментально здоровые душевно здоровые духовно здоровые там где почитается Божье Слово Мария относилась серьезно к Слову как мы относимся к Слову друзья как мы относимся к Слову дай нам Господи страх Божий дай нам Господи страх Божий чтобы мы могли научиться сегодня от этой девушки Марии жить так чтобы обрести благодать у Господа иметь смиренные сердца перед Богом и перед людьми и иметь почетное и трепетное отношение к Слову Божьему а вот на кого я презрю говорит Господь на смиренного и сокрушенного сердцем и на трепещущего перед Словом Моим давайте мы встанем для меня слава Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, we thank you for your grace. We thank you for your mercy that pours out on us every day. So many times throughout today that you are forgiven our shortcomings, Lord. I thank you that you are drawing us near you. With your word, you are drawing us near you. I thank you, Jesus, that according to you, we are able to see you. Because of you, we are able to approach you. Because of you, we are able to know you. Because of your love. Lord, forgive our sins that we are neglecting you, neglecting your word. So often we prefer something else. We prefer physical things. We prefer things that doesn't have anything to do with you, Lord. Let us come before you with our pure heart and with honor, Lord. Lord, teach us. For we want to be in your will. We want to be in you, God. All of the days of our life. Lord, I pray that your word will just overtake us. Every mind, every heart, young and old. That we would remain in your word. That we would remain in your law. That your law would be on our lips, our hearts, and our minds. That we would constantly dwell on it. Even at night, as David prays, that you would teach us, Lord. Teach us by your spirit. For we want your word to just flow out of us like living water. Not just to bring life to us, but those who are around us. Help us, Lord. Focus and to put your word, as you have suggested to us, in the highest place. And to constantly dwell on it, Lord. We want to glorify your name. We want to worship you, Jesus. We want to come pure before you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Поклоняемся Тебе. Благодарим Тебя за Слово Твое. Господь, и помоги нам не быть слушателями забывчивыми, но и исполнителями Твоего Слова. Господь, сегодня, в этот день, Матери, от всего сердца молимся. Благословляем, Господи, всех матерей. Благословляем всех женщин. Господь, отдаем им честь, потому что, Господи, Боже, Ты призвал и избрал их к этой особой, уникальной роли быть матерями. Господь, давать продолжение жизни. Господь, мы отдаем честь женщинам, матерям. И мы благословляем их, Господи, от всего сердца. Во имя Иисуса Христа. И мы хотим учиться, Господь. Боже, от тех женщин Библии. Мы хотим учиться, Господи, от этой девушки Марии. Помоги нам. Господь, слышать сегодня Слово, почитать Твое Слово. Господь, сохранять Твое Слово и размышлять о Твоем Слове, чтобы Оно могло принести много плода в нашей жизни во имя Иисуса. Господь, и сегодня в моем сердце есть особенная молитва. Друзья, когда я молился утром сегодня, Бог положил в мое сердце помолиться для всех женщин, замужних женщин, которые не могут иметь детей, по разным причинам. Давайте мы помолимся сейчас. Все, кто смотрит нас онлайн, я буду молиться о том, чтобы пришла благодать Божья, и вы могли зачать, и выносить, и родить здорового ребенка. И все, кто здесь присутствует, и также нуждается в этом, пусть Бог благословит вас. Отец, во имя Иисуса Христа, Господи, я молюсь сегодня за каждую женщину, которая замужем, и которая хочет и желает иметь детей и стать матерью. По разным причинам этого не происходит уже годами, может быть. Господь, и может быть, есть уже отчаяние в сердце, уже, может быть, есть сомнения, есть вопросы, может быть, к Богу, к небу. Господь, я прошу прямо сейчас, в этот день матери, прямо сейчас высвободи Твою благодать, Господи, в чрево, в утробу, Господи, каждой женщины. Господь, во имя Иисуса, высвободи благодать и силу к принятию семени, к зачатию, во имя Господа, прямо сейчас. Боже, те, кто смотрит нас онлайн по всему миру, те, кто присутствуют здесь, в зале, высвободи эту благодать во имя Иисуса Христа, чтобы, Господи, всякая желающая женщина иметь детей, могла забеременеть и родить здоровых детей, во имя Иисуса Христа. Заделай Твое чудо, Господи, потому что Ты есть Бог чудес, и что бы ни говорили врачи, за Тобой последнее слово, и Ты специалист, Господи, делать возможным то, что кажется невозможным, во имя Иисуса. Мы верим Тебе, мы молимся Тебе, и мы провозглашаем Твою победу в каждую утробу, в каждую женщину, в каждую семью, желающую иметь детей, во имя Иисуса Христа. И пусть придет мир и благодать в сердца и в дома, во имя Господа. Спасибо Тебе за это время, за это служение, и за это слово. Распусти нас с миром, и Тебе пусть будет вся слава. Добрый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.